Всем привет! Давно я не занимался подводной охотой. Почти год, как закрыли в прошлом году сезон. Многие мои подписчики просят не забывать про подводную охоту, не говоря о рыбалке. Так что этот сюжет будет посвящен полностью подводной охоте. Мы едем в Тамбовскую область, в один секретный пруд, договорились с хозяином. Сейчас мы практически подъезжаем, посмотрим прозрак, прозрачность воды, какая она рабочая или нет. Нас будет трое в компании. И будем потихоньку переодеваться и залазить. Погода великолепная, за окном теплое лето. Будем гонять местную рыбку. Ну, по сути, не сама цель настрелять, да? Потому что есть такое поверье у подводных охотников, как промочить жабры. Вот Тамбовчанин нас обгоняет. Поехал. Так что у нас сама цель это именно промочить жабры. Ну, если что-то попадется, на сковородку, я думаю, на кукан мы настреляем. Пожелайте нам ни хвоста, ни чешуи и следите за сюжетом. Дорожка к прудику подзаросла порядком. Пить будем после рыбалки. С нами смешной парень, Виктор. Он всегда с нами. Вот в любом виде он всегда с нами. Как только подводная охота, его просто, ну... В любом виде ты никуда не денешься. Много интриги создаешь в любом виде. Никуда его донешься. В одином раздел или трезвом, или не трезвом. Болтун, находка для шпионов. Но мы, ребята, потихоньку подъезжаем к нашему месту. Заусынка называется. Заусынки кого? Ну, место. Нет, это не деревня Заусынки. Это Шеушенка. Ты еще, да, ты побегаешь, Шеушенка. Ты еще все нам секреты расскажи, чтобы люди сюда за нами потом поехали. Для информации это, ребята, не Азова-Черноморский бассейн рыбохозяйственного значения. Так что мы сегодня будем нырять ночью после работы. А потому что мы все взрослые. И нам в выходные просто есть чем заняться. Кроме рыбалки. Жена не отпускает. Вот, что ты там лепишь. Вот так вот. Лилька, тебе привет. Так, ребята, приехали на наш водоем. Вот смотрите, чтобы не обижать рыбаков, здесь нет никого абсолютно. Вокруг никого нет. Тут даже нет места, где можно сесть с удочкой. Пойдемте посмотрим прозрак. Виктора уже кто-то сосет. Три локтя по карте. Кровушка. Давай здесь посмотрим. Нет, нам эта лужа не нужна. Это вообще семейный трусак пришел. Меня кратиковал за голые ноги. Это мои шорты. Это мои фирменные рыбацкие шорты. Сегодня мы будем вестабилизатор, ребята, смотреть видео дрожащей рукой. Багажники 8 штук. Смотри, как здесь поддоночки. Да, все так цивилизованно, подготовлено, смотрите, вырежено. Багажа очищенная. Да, но нет никого. Даже автор Юрий Николаевич написал, смотрите. Юрий Николаевич, авторская работа. Как здесь здорово, ребята. Прозрак мы исследовали. Вполне рабочий, полтора метра. Можно сюда смело залазить. Никого нету, смотрите. Мы сейчас разделим на три участка наш водоем и будем переодеваться. То есть поставим места, определим места входа-выхода и вперед. Ребятки, мы потихоньку заходим. Я выбрал самое узкое место в этом водоеме. Вода чистейшая. До заката осталось не так много времени. Но, в принципе, у меня есть фонарик. Будем светить те места, которые затемнены, где они будут видно. Будем остерегаться сетей и всего прочего. Ну, как говорится, пожелайте мне ни хвоста, ни чешуи. И посмотрим, насколько полон и богат подводный мир этого водоема. Погружаемся. КОНЕЦ Когда находишься под водой, время летит незаметно. Буквально пару часов, и солнышко село за горизонт. Стемнело, тактика охоты изменилась. В процессе охоты мы постоянно натыкались на браконьерские сети. Приходилось извлекать и спускать рыбу, резать вентярия и выкидывать их на берега. Редактор субтитров А.Семкин Ребята, пока мы плавали, наступило утро, рассвело. Сейчас уже где-то ближе, наверное, к десяти. Я часы с собой не взял. Ну что хочу сказать. Когда плаваешь под водой, ты не замечаешь, как проходит время, как проходят минуты, даже часы. Вот мы зашли с вами в вечер, проплавали ночь и выходим уже утром, уставшие, но, скажем так, с уловом. Поймали немножко, в принципе, неплохо. Ребята еще, я так понимаю, плавают. Вот, что нам сегодня досталось, это пару лисей, значит, один неплохой ясь, ну и сомик, где-то, наверное, килограммчиков на десять. Ну, в принципе, для этого прудика неплохо, тем более здесь есть небольшое течение в узкой части. Наверное, впадает какая-то речушка. Прозрачность около двух метров, довольно рабочая. В принципе, я доволен. Ну, такой сюжет у меня получился небольшой. Если кому понравился, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Следите за новостями. Всем пока! Сегодня выходной. Шести часов утра. Я решил испытать свое рыбацкое счастье. Так, ребятки, что-то поймал, сидит, смотрите, видите, как дергает. Ух-ух-ух-ух. Тащим-тащим-тащим. Табину не даем, ребята, против течения тяжело. Ух-ух-ух, по берегу. Ух-ух-ух. Ух-ух. Тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим-тащим- Продолжение следует...